Мягкие борты и звенящий мяч – единственная разница между привычными нам матчами футболистов и слепых спортсменов. В этом году у первенства России первый юбилей. Проводится турнир уже десятый раз. Начался он, как и крупные официальные соревнования, с гимном. Славься, страна! Мы гордимся тобой! Открытие – не единственный повод для праздника. Самый молодой участник первенства, нижегородец Сергей Гаврилков, отметил свое 14-летие. Поздравляли всей большой футбольной семьей. Это пролитный мяч. Тренеру можешь его не давать. Можешь играть, спать с ним, пусть он будет у тебя. Первый матч первенства провели сборной Ставропольского края и Нижнего Новгорода. Перед игрой активная разминка, впереди тяжелая и упорная борьба. Сборные тотально слепых со всей России приехали в Сочи только побеждать. Тренировки проводились, проводились со стараниями, старались. Сейчас надеемся только на одну победу. Надеемся на первое место. И будем к этому стремиться. Возраст игроков до 21 года. И у всех есть шанс попасть в национальную команду и представить Россию на молодежном первенстве в Италии, которая пройдет уже в середине декабря. Стоит отметить, что наша сборная тотально слепых показывает выдающиеся результаты на мировой арене и является действующим оплодателем Кубка Европы. Завоевали трофей в Праге. По словам тренера, воспитать команду чемпионов тяжело, но спор дает ребятам многое, поэтому и стараются как могут. Они очень заинтересованы в этом деле. Они самоутверждаются в этом деле. Во-вторых, это включается адаптивная физическая культура, где работают все группы мышц, где работают осязания, то есть не осязания, а слуховой анализатор работает хорошо. И координация движений. Ну и здесь в первую очередь это самоутверждение. Во время первенства ребята будут не только играть. Для них предусмотрены экскурсии по городу. Организаторы отметили, что передвижение по Сочи для ребят с плохим зрением затруднительным не будет. Вы видите, что столько много у нас людей, к сожалению, имеют какие-то проблемы и ограничения. И когда у них есть возможность свободно передвигаться, имея для этого специальные приспособления, специальные возможности, те, которые созданы. И понятно, что Сочи в этом плане лидер и самый, скажем, наверное, в самом первом месте здесь. Потому что и там тактильные дорожки сделаны, тротуары, и на вокзале эти пероны же. Все много, где лифт там по Брайлю есть. Сегодняшний матч завершился победой нижегородцев со счетом 2-1. А вот именно тех футболистов, которые будут защищать честь страны в Италии, станут известны после 16 ноября. Подготовительные сборы российская команда будет проводить тоже в Сочи. Игорь Кырпа, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.